В целом, если описывать ситуацию счастливой семьи, это счастливая семья, это когда мужчина очень крепкий, спокойный, мужчина крепкий, спокойный, выносит все эмоции женщины, принимает решение, в конце концов. Но при этом его решение не вызывает протест у жены, просто оно становится логичным завершением того, что происходит. Вот. Мужчина принимает решение, он не спорит, спокойно себя ведет. Если нужно, объясняет по-доброму жене, почему так. Сажает ее, потихоньку объясняет, но недолго. Женщина не любит логики, ей нужно просто факт говорить, вот так должно быть. Почему? Вот потому. Все. Прямые логические связки, короткие. Иначе, если начинается рассуждение, а ты знаешь, там у Цицерона вот так вот было, там и пошел, как бы она, она не может это слушать, потому что у нее, как бы, все проще в голове. И не нужна логика, и нужно с сердцем почувствовать, что это так. Все почувствовала, значит нормально. Она почувствует, что это так, если с любовью с ней себя вести. Если не с любовью, она никогда не почувствует, что это так. Поэтому нужно с женщиной всегда по-доброму разговаривать. Некоторые мужчины думают, надо жене, да-да-да-да-да. Вот это вообще не с женщиной вариант общения. То есть с женщиной надо общаться ласково и по-доброму объяснять ей все. Терпеть ее истерики, эмоции. Если ты не стерпел, начинает скандал. Скандал от чего бывает? Она эмоции выражает, и ты пошел выражать эмоции. Если она эмоции выражает, что надо делать? Молчает. Самый лучший вариант. Нет? А как? Ты истерика, ты всегда молчишь? Нет, молчать не означает не обращать внимания. Успокаивать. Успокаивать. То есть не молчать, не замыкаться, уходить куда-то, а успокаивать. Говорит, да, моя хорошая, да. Ну вот так вот, успокаивать. И легче становится тогда. Ну то есть это другой вариант, когда мужчина замыкается, вообще на нее не обращают внимание, она с ума тогда сходит. Потому что это называется берег скалистый такой, неинтересный. Ландшафт-то нет, понимаете? Ну то есть жить в таком, представьте, как в канализационной трубе течь. Там нет ландшафта как бы, все жестко очень. Нужно как-то, чтобы... Да, моя хорошая, я согласен, течем туда, все хорошо. В целом есть такая мудрость ведическая. То есть, и вот это и есть аскеза. То есть мужчина это елочка, на которую вешают игрушки. Первая игрушка жена. Потом дети, собачки, тещи. Это все игрушки, на которые надо нести. На мужчине все висит. Женщина, она на себя ничего не вешает никогда. Она все на мужика вешает, потому что так устроена ее природа и судьба. Она наслаждается. Чтобы любить, надо быть свободной. Когда человек находится в ответственности, на себе все тяже. Любви через женскую психику течь не может. Какой идеальный вариант? Она счастливая, удовлетворенная. Тогда любовь, энергия любви течет. И благословлена такая семья. Женщина счастливая, удовлетворенная в семье. Значит, энергия любви течет. И удача приходит в жизнь такой семьи. Мужчина наполняется силой, он становится влиятельным. Удачливым. Потому что жена чувствует счастье в отношениях с ней, рядом с ним. У нее много подружек, много счастья. Он ее не сильно ограничивает. Ну, как бы вот так вот. Но если мужчина гнобит женщину, постоянно следит за ней, ходит за ней, требует чего-то, она может, в принципе, терпеть это. Но эти терпения имеют два варианта. Первый вариант. Она не теряет чувство собственного достоинства, терпит, но копит яд. И потом просто рвет отношения, уходит. Второй вариант. Она становится как тряпка, становится некрасивой, больной. В результате ты сам уходишь уже. Не можешь жить с такой женщиной, которая вот ты превратил в тряпку просто. Тем, что ты ее гнобишь постоянно. Требуешь вот так, так. Это все означает зависть к женской природе. Мужчина, когда сильно завидует женской природе, он не дает ей наслаждаться жизнью. Хотя женщина должна наслаждаться жизнью, не мужчина. Мужчина аскез должен совершать. Но если мужчина гнобит, то это нельзя, то нельзя. И постоянно не дает ей жизни. Это означает, что она копит яд, просто потом будет его жалить. И в конце концов разрушит семью. Вот так вот, такая ситуация. Значит, очень важно понять, что для мужчины есть какие-то свои вещи, которые что-то надо избегать, что-то надо принимать. Вот, например, мужчина должен точно понимать, как развивается личность. Вот, допустим, некоторые мужчины, они, ну, как и женщины в целом, они хотят в деятельности сразу иметь успех. И поэтому меняют работу раз, меняют работу два, меняют работу три. Думают, что сейчас, оп, мне повезет, и будет успех. Это неправильное мышление. Успех всегда связан с силой. Сила видна всем и всегда. Вот, допустим, взять врача. Я врач просто вам говорю, как врач. Если ты стал опытным врачом, ты можешь лечить. Тебе не надо думать о рекламе, о том, чтобы собрать людей, пациентов. Нет никакой необходимости об этом думать. Потому что в этом случае всегда люди будут узнавать о тебе, приходить. Ну, то есть от тебя будет исходить сила, и люди даже на расстоянии будут чувствовать, чувствовать, что надо полечиться к этому человеку, пойти, потому что они чувствуют, что поможет. Это естественное ощущение, понимаете. Точно так же человек, который может управлять, его тоже почувствуют естественно и возьмут на управление. Человек, который может хорошо работать с любовью, его почувствуют. Но проблема заключается в том, что когда у мужчины нет силы, его тоже чувствуют. Чувствуют как слабым, и поэтому никто не хочет его брать на работу, или он не успешен, не развивается. Но сила у мужчины всегда развивается в результате стабильной деятельности в одном месте. Поэтому вот мужчина, допустим, говорит, я не знаю, где мне работать. Я ему говорю, ты вот найди работу себе, которая более-менее тебе подходит. И работай там три года. Три года отработал, чувствуешь все-таки другое место. Перейди, но опять три года работай. Если ты меняешь в течение полгода работу, то ты не разорвешься никогда. Потому что если сравнивать в процентах, какая работа и какой человек. Знаете, мужчины, что 20% это ваша работа, вид от деятельности, а 80% это ваше личное развитие. Вот если вы проработали три года в одном месте, вы получили 80%, а 20% вы не получили, потому что это не ваша, допустим, работа. Вы переходите на вашу, но у вас уже есть 80%. Это что такое? Это внутренняя сила, опыт, способность общаться с людьми, способность прощать, любить, привлекать внимание, видение людей, способность с них ориентироваться, способность выбирать правильно и так далее. То есть опыт вот этой жизни, он всегда возникает в результате того, что человек-мужчина остается на одном месте. То же самое в отношении с женой. Если мужчина-женщина меняют постоянно, опыта нет. Он просто теряет благочестие. С каждым разом влюбленность будет сильнее, а человек будет хуже. Такой будет у него опыт. А хорошего человека, чтобы получить, нужны силы внутренние. Поэтому нужно просто одни отношения сохранять, менять не надо. И надо понять, что все женщины очень эмоционально обидчивы, все до одной. И вы не сможете найти себе такую, которая бы вам не выносила мозги. Это невозможно просто. В этом мире таких женщин нет. Поэтому они все будут капризничать. У них настроение все время меняется. То хорошее, то плохое. И это нормально для женщин. Это нормально. Мужчины должны это понимать. Если не понимать, значит дальше только разрушение семьи и все. И опять новый опыт точно такой же и так далее. Поэтому нужно оставаться в одних отношениях. Отношения надо строить медленно. Сначала встречаться с женщиной полгода где-то. Не надо пытаться постелью тянуть. Понять, что за человек сначала. Потом дальше уже принимать решение. Если мужчина не принимает решение о совместной жизни, женщина никогда не раскрывается. Она может соглашаться со всем, говорить, да, меня устраивает гражданский брак, все нормально. Но счастья приносить вам в жизни не будет. Потому что для того, чтобы ей приносить счастье, надо за нее взять ответственность. Если мужчина расписывается, говорит, все, я за тебя взял ответственность, тогда женщина чувствует себя защищенной и потекла. Тогда все, жизнью потекла. Она успокоилась, почувствовала счастье. И это счастье будет приходить в вашу жизнь. Вот. Следующее, что важно понять в мужчине, это как устроена его вообще, ну, психика мужчины, как устроена. Очень важно понять, что мужчина должен сам создавать себе судьбу. И это с помощью упорства и мелких побед достигается. Допустим, часто мужчины думают, надо что-то такое сделать в жизни, чтобы дало крупную победу, быстрый результат был. Это мышление никогда не дает результата. Никогда. Я много раз видел, как мужчины вот бьются за это там. Какой вот, какой вариант такого мышления? Поехать в Америку, поехать в Канаду, там большие деньги, сразу высокая зарплата. Ну, просто поймите, что везде есть плюсы и минусы. Например, бывает так, что в чужой стране у вас ничего вообще не получится. Такое бывает. Бывает так, что получится. На вопрос, что теряете. Допустим, вы едете, допустим, в Европу. Там жизнь очень скованная. Понимаете? То есть там, вот, вот, чем отличается жизнь, допустим, Белоруссии и в Германии? Чем она отличается? Разница заключается в том, что там очень много правил, законов, порядков, которые нужно соблюсти для того, чтобы тебе вообще нормально жить. А если ты не можешь их соблюдать, ты никогда не будешь нормально жить. И там, если ты нашел работу любую, то ты уже хороший, ты счастлив. И там, допустим, врачи дворниками работают, там еще так далее. То есть там жизнь очень скована. Допустим, врачу, стать врачом нереально. Почему? Потому что очень много сков, правил и предписаний надо соблюсти. Ты фактически переучиться заново в медной студии, выучить язык, очень сильно знать язык, иметь высокое положение в обществе, чтобы кто-то тебя рекомендовал. Потом дальше там зарекомендовать все несколько лет на хорошей работе, чтобы тебе доверили больше. И так далее. Сколько иди, не дай бог, там прогулять, уйти куда-то, ты работаешь, тебя вообще выгонят. У тебя будет отпуск, ты только в этот отпуск можешь отдыхать. Там ни о чем, ни с кем не договоришься. Там есть правила, до свидания, соблюдаешь, пошел вон. Ну, то есть жизнь очень скована, понимаешь? Там жить надо просто как робот человек должен быть, понимаете? А здесь как бы, ну, договорился с начальником, там отдохнул в другое время, там, понимаете? То есть, чего вы хотите, если и там, да, больше денег, но опять же, чтобы дом построить, надо больше платить. За все надо платить, за стоянку, за аренду, эти деньги все улетают, в конце концов. Поэтому только внешне кажется, вы спрашиваете знакомых, как в Европе жить? Да нормально жить. Сколько получаешь там? Пять раз больше. Но это нормально, оно с точки зрения счастья вообще ненормально. Ни одна женщина, которая жила в Америке, как бы, где-то пять, наверное, когда приехала в Россию, ну, она на таможню пришла, и, как бы, женщина ей говорит, ну, что уставилась, давай паспорт. И та такая, спасибо тебе, такая, она услышала, как бы, русскую речь. Там все такие, ля-ля-ля, давайте ваш паспорт, но отношений нет. А тут близкие отношения сразу. Тебя увидели, увидели, что уставился, уставилась, как бы, сразу любовь такая, как паспорт давай, что уставилась. Ну, уже близкие очень отношения, сразу прямо. И она так расстала, думаю, слава богу, домой попала, надоело мне все это вот, все, все, пусю, ля-ля-ля-ля, вот, все по закону. Вот, все сказали, как могли. Все. Чувствуете, о чем я говорю, разницу? Кто из вас пожил в Европе, поднимите, согласны с этим? Да. Что вот это вот, и туда, и сюда, как бы, жизнь другая, в лес нельзя пойти, там, грибы пособирать, дурак сразу, дураком станешь. А тут, как бы, пошел, погулял по лесу, грибочки пособирал, порыбачил, там только в строго отведенных местах, там, за деньги, там все, то есть, все сковано, жизнь, зажато все. Ну, кому-то такая жизнь нравится. Нравится, человек там живет, не нравится, здесь живет. Знаете, здесь меньше законов, допустим, зато больше свободы. Там больше законов, ну, и больше денег. То есть, что выбираете, свободу или деньги? Каждый человек свое выбирает, понимаете? Вот. Ну, как бы, идея в том заключается, что, где бы человек, мужчина, не жил, там или здесь, везде, в принципе, одинаково. И там хорошо, и здесь хорошо. Вот. Просто есть только один путь для мужчины, победа над судьбой. Это путь мелких побед. Вот, допустим, если вы хотите свое дело, начинайте с малого. Сначала развивайтесь как личность, изучайте, как устроен бизнес постепенно. Изучайте, как вот все работает, создавайте связи, набирайте себе крепкую команду. Когда люди появляются, больше людей появляется, можно больше уже вкладывать денег в бизнес. Ну, то есть, ну, то есть, все начинается не с денег. И не думайте, что вот, как бы вы с помощью хитрости и какой-то удачи найдете себе хорошую, большую зарплату. Это полный бред. Сильный мужчина становится, побеждает, слабый проигрывает. Все. Хитрость – это просто самообман. Сильный мужчина становится через несколько вещей. Первое – аскеза. Ну, то есть, если мужчина начинает с тела, он ничем тогда в жизни не заканчивает. Если мужчина спортом не занимается, зарядка, пробежка, там, теннис, там, волейбол, еще что-то, значит, нет жизни. Мужское тело, оно здоровым бывает, только от движения. Вот женское тело, оно, допустим, лечить надо периодически, то, сё, оно очень чувствительное, женщина постоянно лечится. И у женщин есть три стадии заболевания, мужчины, чтобы вы знали. Первая стадия – больна, вторая стадия – очень больна, и третья стадия – вдова. Потому что, чем больше она будет больна, тем больше она будет вам мозги выносить. В конце концов, она останется жива, а вы побрёте. потому что мужчина, он не болеет. Мужской организм не чувствует болезни, он предназначен для аскезы. И мужской организм также не чувствует выздоровления. Но я вам говорю точно, что если мужчина закаляется, бегает, ведёт здоровый образ жизни, спорт, движение, он не болеет, просто и всё. Но опять же, не надо такое же требование предъявлять женскому организму. Потому что женский организм соткан из энергии любви, поэтому он очень чувствительный. Так как женский организм чувствительный, там больше болезней в нём, и больше, как бы, они болезни имеют лёгкую природу, но предоставляют женщине больше беспокойств. То есть, женщина быстро болеет, быстро выздоравливает, но в целом, она постоянно страдает от тела, потому что тело очень чувствительное. Мужчина должен это понимать, он не должен говорить, ты что, я вот не болею, ты болеешь. Потому что она женщина родилась, поэтому она болеет. А мужчине, чтобы быть здоровым, нужно просто двигаться. Пробежался 5 километров, будь здоров. Отжался там, гантельки потягал, будь здоров. В целом, как бы, как понять по конституции, если сухая конституция, такая поджарая, мужчина должен бегать. Если у него крепкая конституция, должен гири таскать. Если зажатое тело, то надо статические упражнения делать и так далее. Ну, то есть, надо по себе понять, что тебе больше подходит. И это будет и нравиться больше тоже. Ну, то есть, если мужчина не занимается своим телом, он не может быть волевым, крепким, спокойным, устойчивым, сильным, развитым, мудрым, не может быть. У мужчины все начинается с движения. Нет движения, нет мужчины, нет развития в жизни. Нет воли, нет стойкости, нет терпения, ничего нет. Мужская природа требует аскезы для тела. Аскезы для тела. Иногда бывает, что мужчинам нужен пост. Если мужчина сильно поправляется, не может, чуть поел, уже вес пошел, ему нужно поститься тоже периодически. Это значит, для него такая аскеза. Но в целом, если мужчина аскезы не совершает, он не может быть ни здоровым, ни счастливым, ни устойчивым в жизни. Поэтому мужчина по-солдатски должен жить. Рано вставать, стараться всегда, рано ложиться спать. Нужно стараться всегда холодной водой там или закаливаться, или, ну то есть с утра пробежка там, или зарядка. Ну то есть надо застать, и причем интересно знать, как устроен мужской организм. Ему сначала это делать крайне не хочется. Поэтому, вот как интересно надо мужчине с собой поступать. Самый лучший вариант это себя куда-то затащить. Вот допустим, сейчас рекламная пауза. Есть фестиваль благости. Приезжать на фестиваль благости. Две недели. Придется рано утром вставать, потому что все стоят. Там делать нечего просто. С ума сойдете, если не пойдете на йогу, там на зарядку, на пробежку, на закаливание. Не пойдете, потому что все пошли, а вы не пошли. С ума сойдете просто. Через две недели вы уже так привыкли жить. Поднимите руку, кто ездил на фестиваль. Мужчина, мужчина. Жизнь потом продал, продолжилась как там? Продолжилась? Продолжилась. Легко же, правда? Вот мужчине самому очень трудно себя заставить, он как бы трудно, трудно на подъем. Тяжелая артиллерия. То есть очень трудно психику мужскую перестроить на другую жизнь. Да и объясни немного. Какая другая жизнь? Времени нету. Запаривались. Какая другая жизнь? На самом деле, когда мужчина получает опыт другой жизни, он там рано встает, рано ложится спать, планирует по-другому свой день, там по-другому кушает, там и так далее, то потом сразу все это привыкает мужчина к этому со временем и уже поменять не хочет. То есть мужчина, если стабилизировался в чем-то, и он потом так вот и катит всю жизнь. Ему нравится, он так живет, и он становится сильным, здоровым. Но сначала мужчина должен вложиться в режим дня и в правильную жизнь. Надо сильно вложиться этой психикой своей. Но так как мужской организм, он очень стабильный по природе, потому что разум мужчины очень стабильный, вложился один раз, привык и пошел так жить. Все, как паровоз. Ну иногда будут сбои, но в целом как бы пошел и пошел и пошел. Тем более жена будет всегда поддерживаться. Если жена видит, что так живешь, она к этому тоже привыкает. Ты чуть начал жить по-другому, она истерить сразу начинает. Я говорю, зачем сегодня не побежал? Надо сегодня было бежать. Вот. То есть она тебе сама уже не даст как бы жить по-другому. Потому что она как бы привыкает к чему-то, когда женщина, она уже не может, не терпит перемен никаких. И все. Вот это тоже надо в женской психике знать, что женщина очень сильно как бы привыкает. Привыкнув к чему, она не может терпеть перемен никаких. У нее психика очень такая по природе тугая. То есть не любит никаких изменений. Вот это самое первое, что надо мужчине понять для успеха. Второе, что мужчине надо понять для успеха, это то, что препятствия надо пробивать. Есть как бы разные способы пробивать препятствия. Я говорил с одним человеком, который почти никогда не проигрывал в боксе. То есть великий такой боксер. Я ему рассказывал про молитву, что молитва пробивает судьбу. Но он не понял меня. И у него была такая ситуация в жизни. Ему как бы астролог сказал, что вот в этом поединке он проиграет. Этот поединок должен был состояться через полгода. Ну то есть очень решающий такой поединок, на него много ставок было сделано. И он все полгода мысленно сражался с этим человеком, дрался с ним просто мысленно. И чувствовал, что все время проигрывал. Вот он дрется с грушей просто, а на самом деле как будто с человеком. Он чувствовал, что все время проигрывал, 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 проигрывал. И потом в конце уже за 2-3 недели начал выигрывать Ну то есть он просто с ним дрался все эти полгода в уме Начал его побеждать в конце концов Он начал чувствовать, что он его побеждает Потом когда был поединок, то на первых минутах он там даже нокдаун получал Ну то есть его побеждать начали Его начинали забивать по судьбе, вот так ему положено было Но так как он с ним уже полгода сражался, поэтому дальше в следующих минутах Он постепенно все больше и больше взял перевес и в конце концов нокаутировал То есть победил этого человека Я просто привожу пример, что многие мужчины, они не понимают, что такое молитва Но допустим мужчине можно побеждать судьбу просто аскезой и силой воли Кто-то постом может побеждать, кто-то бегом там, бегаю пока сердце не успокоится там Кто-то гирями Ну то есть мужчине все равно нужно что-то делать для того, чтобы побеждать Если он как бы просто в страхе живет, в напряжении, не хочет психически быть сильнее ситуации То значит ситуация будет его ломать Ну то есть лучше конечно с помощью молитвы все учиться побеждать судьбу Это самый сильный способ, потому что есть действие, есть преддействие Если ты допустим, один мужчина в бой идет и он смело идет, знает, что будет победа, а другой боится Вот тот, который боится, он преддействие не делал просто Боится, потому что не было молитвы, не было аскезы предварительной Понимаете? А тот, который идет в бой как бы сильно, тот не боится Суворов, допустим, он не молился Но он бой начинал за полгода до боя Он создавал искусственную ситуацию и гонял солдат там постоянно Ну как будто они воевали вот в этой ситуации Ну то есть он просто аскезой побеждал судьбу А потом уже солдаты становились безбашенными Они уже настолько прочувствовали эту ситуацию, что они просто побеждали И там шансов не было с ними ничего Вот этот пример классический, когда в Турции там была крепость, которую они штурмовали Это единственный пример за всю историю Когда в крепости солдат было больше, чем те, которые штурновали И те, которые штурмовали, победили все равно А там должно быть пять раз меньше должно быть Перевес пять раз должно быть, представляете? И те все равно победили, хотя их было меньше по количеству Ну то есть это единственный в истории пример такой битвы Больше не было такого, что крепость брали штурмом И там в крепости было солдат Больше не несколько раз, но какой-то перевес по количеству Это мужская природа То есть мужчина должен побеждать раньше И мужчина должен всегда побеждать Мужчина никогда не должен проигрывать Вот допустим, человек какой-то вам портит жизнь Вы должны его в сердце победить Должны так себя вести, чтобы вы стали сильнее Сильнее не означает уничтожить его А просто простить и как бы стать сильным Чтобы он на вас не влиял Чтобы не мог вам портить жизнь И тогда вы на другой уровень жизни выходите сразу Этот человек как экзамен для зрелости Но всегда у мужчины будут какие-то препятствия в жизни Какие-то люди, которые будут мешать ему жить И он должен побеждать их в сердце Не лично побеждать, а в сердце сначала А потом само собой будет победа и лично тоже В общем мужчина если не побеждает, он становится тряпкой Он себя не уважает, не любит и все прочее Победа в работе Что значит стать сильным в деятельности Что значит получать деньги Часто мужчины думают, что это значит найти просто себе хорошую работу Вот это самая глупая идея, глупый подход Есть несколько вещей, которые мужчина должен знать Первая вещь Это сила ответственности Если ты сказал, делаешь, не меняешь свое слово У тебя значит стабильность и работа будет лучше Дальше следующее Это опыт Вот мужчина допустим, если он одно и то же делает долго Он нарабатывает опыт в мелочах Этот опыт в мелочах, он может пригодиться и на другой работе Потому что ты уже понимаешь, что такое мелочи Мужчина в основном не понимает этого Но если он начинает трудиться где-то, он начинает это понимать Дальше Способность общаться с людьми Договариваться Но самый большой опыт, который мужчина может получить в своей жизни Это уважение к старшим Если мужчина начинает понимать, кто такие старшие Как к ним себя вести То он резко взлетает по социальной лесенке И вот тогда вот срабатывает вот эта система Нашел себе хорошую работу Нашел означает, что тебе нашли Что тебя полюбили, подтянули, подняли и дали Но если тебя подняли, а ты как бы не алло сам У тебя нет силы воли, нет возможности быть сильным Работать правильно, ответственность нести Терпеть трудности, договариваться, не конфликтовать Значит ты слетишь оттуда Поэтому прежде чем подняться вверх Нужно сначала стать сильным Уметь терпеть ситуацию, договариваться, прощать Разбираться в мелочах То есть стабильность нужна мужчине Стабильность это основа мужской жизни Нужно по капелькам, потихонечку становиться все крепче, сильнее Крепче, сильнее, крепче, сильнее Следующий момент для мужского характера Допустим, у вас есть вредная привычка Большинство людей говорят, что вредная привычка означает Просто ты плохой человек Стань хорошим человеком, не будет вредной привычки Это неправильное мышление Вредная привычка у мужчин всегда возникает Это неправильный образ жизни Вредная привычка означает, что не умею отдыхать Все Есть физический отдых, есть психический И вредная привычка может от физической усталости возникать Или возникать от психической усталости Но всегда знайте, что мужчина Всегда он страдает именно от того, что он не умеет отдыхать Потому что мужчина всегда в напряжении находится И поэтому курение и выпивание это просто расслабление А на самом деле мужчина должен уметь расслабляться Что расслабляет? Сильно расслабляет холодная вода Допустим, взял, научился в ванну ложиться Или в холодную, в ледяную Или под душем ледяным стоять Все уже часть вредной привычки ушла Научился молитваться, неподвижно в молитве сидеть Часть вредной привычки ушла Научился, допустим Допустим, научился там, допустим Спорт какой-то играть, там, в теннис или в футбол Часть вредной привычки ушла Нужна разрядка именно в движении Там, чтобы были какие-то двигательные моменты И так далее Когда мужчина учится здоровыми способами снимать свое напряжение Надо ставить свои цели в жизни для мужчины Снимать свое напряжение Это должно быть очень важной частью жизни мужчины Учиться снимать свое напряжение правильными методами Какие неправильные методы? Это фильмы допоздна Вот, если не помогают дальше сигареты и спиртное Если не помогают, значит, женщины чужие Ну, то есть, как бы, вот такие неправильные методы Правильные методы – это холодная вода, спорт, молитва Какие-то горы, допустим, там, поездки в горы, там, еще что-то Ну, аскезы какие-то, которые вот сильно психику разгружают Это правильные методы Вот это